Так вот примерно понятно, да, что на земле делать, уже не безоружно. Значит, смотрите, значит, во-первых, хочу, чтобы вы понимали, да, что вот спорт – это спорт, да, самооборона – самооборона. Спортивные достижения, да, они требуют многих лет в колонии, в зале, да, они требуют очень таких сильных капитальных положений, самооборона в этом отношении немножко, как сказать, она менее времени затратна, да, потому что вещи, которые изучаются с точки зрения самообороны – это вот выживка, это самое-самое вот то, что работает, да, но самооборона, она с другой стороны немножко сложнее с точки зрения того, что нужно перестраивать свою голову. Голову надо перестраивать очень плотно, потому что обывателю сложно. Сложно ударить первым, сложно делать человеку больно, да, многим сложно боль терпеть, такое тоже бывает. Поэтому здесь вот такая вот, такая вот качалочка, да, но с другой точки зрения, если вам нужно именно для улицы, да, то спортивные вещи вам, как правило, не помогают, потому что спортивная этика на улице людей часто будет. Что происходит со спортсменами, знаете, как правило, в сильных конфликтах, когда группы полы? Убивают. Ну вот ситуация такая, да, если спортсмен выходит один на один, как правило, спортсмен убивает, потому что он привык к подготовленному человеку, он уже сандалит так сандалит. Если спортсмен попадает под группу, как правило, его забивают насмерть, потому что он уже начинает просто вот стоять, его начинают просто метелить. У меня был случай, на группе ко мне приводил папа мальчика, подростка. У мальчика была такая проблема, мальчик 14-летний, выиграл чемпионат Москвы по карате и был избит тремя своими однопластиками. Ему в голову не пришло, что он может дать ответ, ему даже не пришло в голову, что можно убежать. Да? Мальчик, кто занимался месяцом, получил, вот прям четко, он отзанимался ровно месяц, видимо стал более психологически крепким, и все, и заниматься, после этого перестал, пошел дальше, пошел дальше. Вот. Поэтому вот так, психологически составляющая, она тоже очень и очень важна. Эти вещи мы все обязательно ставим не на курсе, и есть у нас еще тренинг. Знаете вообще по нашу курсу тренинги? Можем по подробному? По подробному. Значит, у нас существует двухмесячный курс, где разбираются все ситуации, которые касаются именно начального уровня самообороны. Курс длится два месяца, 16 тренировок, два раза в неделю по полтора часа, в вечернее время. Соответственно, есть у нас еще тренинг двухдневный. Это выходные дни, это два дня по 8 часов. То есть это суммарно 16 часов в течение двух дней, вы пашете просто как лошади. Вот. И там уже очень сильно, там эти две вещи, которые не исключают друг друга. На курсе я подробно все рассказываю, разжевываю, да, то есть все это отрабатывается. И в течение двух месяцев люди тренируются физически, да, подтягивают свою физическую форму, перестраивают свою психику плавно и учатся определенным приемам. Тренинг — это немножко другая система, когда нас там несколько человек, да, тренинг, как правило, ведет Алексей Маматов, я ему ассистирую, еще другие наши инструкторы ассистируют. В течение двух дней мы просто зверски начинаем гонять людей, когда все эти вещи начинают сбиваться уже на подсознание. Когда человек 16 часов подряд в течение двух суток с перерывом на сон все это делает, это тоже оседает совершенно по-другому на подкорку, да. И там уже очень сильно меняется психологическое состояние, но это такой вот жесткий, агрессивный такой вот метод, да. То есть по большому счету хорошо пройти и то, и другое, да. Попробовать одну и ту же методику с разных сторон и, как бы, вот в разной подаче, да. Но, с другой стороны, если вам, как бы, хочется чего-то одного, вполне можно пойти либо на курс, если вы привыкли секции посещать, да, отходить два месяца, либо пойти, соответственно, на тренинг, на двухдневный. Единственное, что у нас ближайшее, по-моему, в марте. А какие дни? Будние и выходные? Тренинг и выходные. Потому что в будние дни, ну, конечно, людей собрать пару часов нереально. Вот суббота, воскресенье. Это выходные, вот целиком такие праздничные, сейчас приходят и по полной получают. Вот. Курс ближайший стартует 7 ноября. Это бакланка что-то? Бакланка, да. Тренинг это бакланка двухдневных. Это двухдневных. А, бакланка и двухдневных. Бакланка и двухдневных, да. Я просто был у вас, кстати, перечитал. А тренинг это, соответственно, вот самообороны, рукопашный бой с нуля, а он двухмесяч. А по поводу ножевого боя? Значит, по поводу ножевого боя. Есть у нас куш ножевого боя, да. Вот я сейчас сходу не скажу, не помнишь, когда ближайший этаж? 14 ноября. 14 ноября стартует в ближайшем. Сколько он продолжил? Седьмого? Седьмого рукопашки. Два месяца. Тоже два месяца. Но, смотрите, у нас все курсы есть как? Есть базовый курс, да, где люди получают базовые навыки. После этого можно идти на какой-то продвинутый. Либо на другой базовый, да, либо на какой-то продвинутый курс. У каждого курса есть своя продвинутая версия. То есть вот у рукопашного есть, вот два месяца от занимались, можете потом ходить постоянно заниматься уже более-более такими, более интеллектуальными, более интересными вещами, да, которые, ну, новичку сложно освоить. Соответственно, после ножевого курса тоже есть продвинутая группа, где люди уже отрабатывают более подробно все эти вещи. На ножевом курсе обучают, как держать нож, как выбирать нож, как действовать ножом так, чтобы не убить. Потому что самая большая проблема, вот с уличной дракой самая большая проблема. Минимально навредить, но максимально человека остановить. Потому что проблема как раз именно в том, чтобы человека сразу здесь остановить. Потому что иначе он начинает наносить удары, да, и вы их пропускаете. Особенно, если это удары ножом. Да, двух ударов, даже одного удара может хватить. И кулаком это может хватить. И вот там все это тоже подробно разбирается. Как действовать ножом, как действовать против ножа, как действовать ножом против ножа. То есть там все это разбирается. Вот это конечно касается ножевого курса. Понятно. Территориальная линия? Территориальная. Самооборона провисла на Шабловской и Тульской. Это район Лесиновской. Соответственно ножевой будет тоже от Тульской, только в обратную сторону. В области это Стадион Труд. Это три остановки вот в Тульской области. То есть это в принципе все близко от центра. Понятно, да? По цене можно сказать. По цене, потом к Дмитрию подойдете, он все расскажет по цене, по условиям, это все туда. Хорошо. И по поводу вот таких сомнений, заниматься или не заниматься. Есть такие сомнения у кого-то? Скорее всего, не сомнения, а это увязать тяжело. У меня там, наверное... Значит, смотрите, ребят, вот по поводу заниматься или не заниматься. Как заниматься? Посчитайте. Примерно в голове себе представьте, сколько стоит ваша почка. Сколько стоит ваша левая почка? Сколько стоит ваши зубы? Дорого. Сколько стоит ваш мозг? Безустояние. Безустояние. Сколько стоит ваша жизнь? Безустояние. Да. И теперь посмотрите, вот опять же, как бы, да, очень часто люди говорят о том, что, ребята, у меня вот нет времени. Вот смотрите, если человек суммарно, там, в течение, там, десяти лет своей жизни, один год провел в зале, и потом ему это спасло жизнь один раз, он экономит таким образом от двадцати и более лет своей жизни. Да? Понятно? Что если человек, там, в тридцать лет, попадает в переплет и погибает, то у него впереди, там, была еще жизнь, да, он мог бы еще, там, лет сорок-пятьдесят вполне себе жить. Да? Вот и подумайте. Год в зале, да, или сорок-пятьдесят лет жизни. Так просто. Приблизительно. Да? Вот. Потому что, вот, у меня есть один ученик, с которым мы занимаемся, индивидуально занимаемся уже в течение трех лет. У нас на форуме где-то лежит эта история. Он рассказывал о том, что он стоял просто на улице. Просто стоял на улице и увидел краем глаза, что летит жигуленок. Он остановился, чтобы пропустить его, потому что явно человек не собирался останавливаться. И когда машина приблизилась, он понимает, что он не просто проезжает мимо, а его выносит на тротуар. И он, видя, как замедленный кино, что на него движется машина, успевает прыгнуть и в момент прыжка он понимает, что машина все-таки его достигает. Он успевает еще перестроиться в момент прыжка, да, отскочить от машины, машина проносится мимо. После этого он сказал, что да, Саша, я не зря к тебе хожу три года. Один раз такой уже хит сработал. Не в боевой ситуации, потому что эти вещи, они работают везде. Умение падать, оно нужно любому всегда. Скоро было лед, скоро слякать, куда ты от этого денешься. Плевок на асфальте и банановая кожура, они тоже, в общем, могут сыграть фатальную руку. Понятно это, да? Чувствую. Вот таким вот образом можно это сделать. Вот эти места нет? Нет, эти места нет. Наши ладошки распределенные. Даже охватывает. Да, 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 охватывает, да. Понятно это, да? Глаза, глаза говорили. Глаза хорошо, бить плохо. Давить глаза хорошо, глаза зеркало души. Кто считает, что глаз могут убить? Есть такие? Да, можно, наверное. Нельзя. 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 Глаз он вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Глаз большой, больше, чем вы видите. Экватор глаза глубоко. Положите этот шарик на телефон в дубочку и попробуйте вот эту хрен. Вот то же самое и здесь. Глаз у него невозможно. На воздействие здесь вы совершенно замечаете. Смотрите, раз, шарик потерялся, да? Он не знает, где он еще вот. Спол, слой средой рот и положился на небо. Да? Единственное, что движение должно быть такое. Вы видите, как будто я вам причесок хотел поправить, у меня причесок попал глаз на пол. Все, слойте его. Чтобы ему было удобней, чтобы ему было удобней, да? Побеспокойтесь о несчастном нападающем, да? Он, у него мышцы начали работать, да? Большие мышцы, которые держат человека прямо. Не нужно нам это крюниться, чтобы она будет и лажится. Понятно, да? Попробуй. Он будет у вас убегать, да? Для того, чтобы он не убегал, можете его положить, чтобы не заслилось. Да? Можете взять вот здесь вот, да? Да, вот эти крючки. Попробуй. Попробуй. Да, и что угодно, да? Вот если вот здесь вот зажгут внутри, нет? Человек может себя осуществлять. Затус синягивает. Да. Ну и заглазить может быть это. Попробуй. Попробуй. Да, линзы у кого нету, так все. Кого? Линз контакта нет? Линз. Вот, значит, ты каждый раз с тобой говоришь, Линз. Вот так вот громко, чтоб тебе запомнил. Почему? Вот товарищ линз, скандартный линз. Да, линз. Чтоб линз, вы просто не выпьете с глаз, чтобы не ушел домой без линзы. Да? Берете руку вот так вот. И вот нос делаете под очков. Да? И человек становится хорошо. Пробуй. Пробуй, пробуй, уходим, роняем другу. Две доллары. Сколько стоит ваша зуба? Два. Сколько стоит ваш мозг? Сколько стоит ваша жизнь? Два. Два. Да. И теперь посмотрите, вот опять же, как бы, да, очень часто люди говорят о том, что, ребята, у меня вот нет времени. Вот смотрите, если человек суммарно там, там, в течение десяти лет своей жизни, один год провел в зале, и потом ему это спасло жизнь один раз, он экономит таким образом от двадцати и более лет своей жизни. Да? Понятно? Что если человек, там, в тридцать лет, попадает в переплет и погибает, то у него впереди там была еще жизнь, да? Он мог бы еще, там, лет сорок-пятьдесят вполне себе жить. Да? Вот и подумайте. Год в зале, да? Или в сорок-пятьдесят лет жизни. Вот так просто. Приблизите. Да? Ну, потому что, вот, у меня есть один ученик, с которым мы занимаемся, индивидуально занимаемся уже в течение трех лет. У нас на форуме где-то лежит эта история. Он рассказывал о том, что он стоял просто на улице. Просто стоял на улице и увидел крайнь глаза, что летит жигуленок. Он остановился, чтобы пропустить его, потому что я начать не собирался останавливаться. И когда машина приблизилась, он понимает, что он не просто проезжает мимо, а его выносит на ататуар. И он, видя, как в заменную киношку на него движется машина, успевает прыгнуть и в момент прыжка он понимает, что машина все-таки его достигает. Он успевает еще перестроиться в момент прыжка, да? Отскочить от машины, машина проносится мимо. После этого он сказал, что да, Саша, я не зря к тебе хожу три года. Один раз это уже сработало. Не в боевой ситуации, потому что эти вещи, они работают везде, да? Умение падать, оно нужно любому всегда. Скоро гвалил, скоро сляг, куда ты там денешься. Плевок на асфальте или бананное кожурание тоже, в общем, могут сыграть в фантальную руку. Понятно, да? Хорошо. И еще хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. на улице, на улице. Щелкать клювом нельзя. Вот, потому что человек, когда человек к вам подходит, да? Он говорит, ну ты что за мой щекой пятый, пятьдесятый? Да, вы стоите, героически на него смотрите. Дальше следует такая провокация. Да. Все. Все закончилось. Сразу. Да? Или может быть какая-нибудь замануха. Все. Все закончилось. Да? По этой ситуации, когда вы чувствуете, что что-то происходит очень плохо, вы, может, вы лучше атакуете первого. Ты меня послал. Меня послал. Меня послал. Да? Кто козел? Я козел. Понятно, да? Сразу действуй, первый. И не стуй никогда. Вот таким вот образом. Да? Вот. Понятно, да? Ясно? Ясно? Ясно. Запоминайте, будете пробовать по-разному. А я с вами с тобой. Пол. Вы берете покучнее в центр и начнете двигаться. Что нужно для того, чтобы не пропустить первый удар? Первый удар. Первый удар. И дальше, к примеру, что нужно? Ну, если вы не знаете, то есть вы должны быть в тренажном состоянии, а мне нужно быть внимательным. Да? Нужно быть внимательным. Но если вы внимательный вот так, то вы ничего не видите практически. Да? Вы на лице человек сосредоточились и вы пропустите. Вот сто кудов вы пропустите первый удар. когда человек дождется как то есть Ваше внимание должно держаться вокруг себя в пространстве. Вот сейчас мы приходим в такую игру. Вы сейчас начнёте в центре, двигаться относительно друг к другу. И постарайтесь занимать мягкое пространство и внимательно распределять так, чтобы на вас было неожиданно напасть. Если вы увидели, что кто-то из товарищей отменировался, вернулся к вам спиной, да, там, речеф-то, другим занят, вору ловят, а так уйти. Делайте. Нет, нет, вот сюда, в центр, в центр, в центр, в центр. В центр, в центр. В иточе, аспи. Я хочу видеть, в иточе, аспи. Звучит. Деньги, аспи. Все. Ребят, вы не поняли. Но пока это делать, то, что лучше, если кто-то в ответ, то уверенность. Давай-то так. Значит, мы сбережем изгром. Вот от этой колонны, да. и вот здесь я могу стоять вот здесь мы двигаемся на маленькую пространство да, все здесь двигаемся, двигаемся и со временем двигаемся если у вас возникло в одну мятку вы понимаете, что это не стоит если на тот день идти справа куда за эту палку куда за эту палку ваша задача двигаться они не включатся я вообще не верю я вообще не верю я не верю я верю я верю хорошо так, что все будет и все будет совсем немножко легко превращайте все в водяного постарайтесь у себя в голове а просто понятия не у вас появились то если у вас началась возня вы скорее всего проиграли вы проиграли почему потому что как только начинается размен ударами у вас шансов не получать он столько же сколько надавать как правило два человека когда начинается размен ударов получают оба одинаково если только одному сильно не повезет попасть куда-нибудь случайно если хотите сохранить свою голову свой мозг каждый удар который оставляет там свет видели профессиональных боксеров которые уже ближе к рейси мохамедове видели как он сейчас создается все воин паркнсон каждый удар в голове оставляет свои следы в мозгу поэтому старайтесь есть быстро и максимально давайте я вам покажу еще один хокус ситуация когда вас кто-то пытается атаковать смотрите человек который идет к вам да стягиваем обмени видели что первый удар по голени куда-то по голени куда-то по голени да человеку неприятно смотрите здесь есть несколько маленьких фонус для того чтобы правильно вас научить бить пыром нужно потратить некоторое количество времени сейчас мы вас этому не научим кроме того пыром и только махнуться да да простой щечки а ты защитишь что ли нет у меня уже принесуты вы будете на них помогать у меня не помогать у меня не помогать то щечки первое да второе с учетом того что он на вас идет по мне нужно делать резюме сильные удары вам достаточно просто подстеркивать ну уже не будет хорошо но не смотреть куда-нибудь да ни в коем случае ни в коем случае смотрится в друг кулаке это первое второе выкинув уже этот кулак вот большинству людей кажется ну вытяни вытяни и держи вытяни и держи большинству людей кажется что заряжу я сейчас ею заряжу посмотрите что происходит да не поджимайте руки понятно да если вы уберете задний ногой то происходит бум а теперь держи руку держи если вы работаете передний ногой то хрен у вас когда достанет и что ждать то не надо продолжать 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 в психологическом состоянии значит смотрите нападение на самом деле не случается никогда просто так жертву выбирают кто знает как нападающие выбирают что происходит первое что происходит с чего начинается нападение психологический псих слабее он чувствует глаза глаза как каким образом ну по внешнему внизу погоди 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 ни хрена чувствуете как на кулаке уволите раз два три четыре пять шесть семь я внимательно слушаю инструктора я молчу 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 пока кто это говорит я внимательно громче слушаю слушаю объяснение объяснение инструктора инструктора я я молчу молчу пока инструктор говори говори понятно смотрите любая оценка вас как потенциальной жертвы всегда начинается со взгляда на вас и от того как вы смотрите ответ зависит будет нападение или не будет три вещи которые не должно быть во взгляде страх неуверенность и как это не парадоксально агрессия потому что агрессия рождает встречную агрессию да возникает оправдание он у меня так смотрел я думаю сейчас ударил понятно да ваш взгляд должен быть спокойным уверенным и сверха ироничным ваше лицо должно быть расслаблен кто знает как определить что у человека расслаблено лицо как определить что ваше лицо расслаблено челюсть только не может руку поднимаем челюсть челюсть не будет нет ваше лицо расслаблено если не может легко уйти ваше лицо не оставив а любимый урон значит лицо расслаблено понятно да значит сейчас мы попробуем конфликт взгляда вы встанете друг напротив друга я скажу на таком расстоянии и будете смотреть друг в глаза постепенно будете сближаться значит если вам тяжело выдержать взгляд другого человека есть несколько психологических приемов прием вы начинаете двумя глазами смотреть в один глаз соперника повторяйте себя что два сильнее чем один да второй вариант вы можете представлять перед собой противники как нечто несущественное например стену просто стенами или просто там камень что-то такое абстрактное не опасно да и третий вариант но где-то главное не заражать потому что тогда в табло получите точно надо представить противника а он в каком-нибудь смешном или таком нелепом виде да представьте его зимой там в лыжах и трусах например да понятно да во время упражнения руки не скрещиваются яйца не прикрывая позе дистанции не стоит да вы стоите друг напротив друга руки у вас опущены в пары разбились быстро быстро в пары обнимались по-моему отошли друг на друга в расстоянии метра три все молчали да упражнение серьезное начали друг на друга смотреть сделай шаг на встречу еще один небольшой шаг на встречу подошли друг к другу максимально близко, но не касаясь друг к другу поменяли парку 3, 4, 5, я внимательно выполняем упражнения во время упражнения мой рот закрыт, я внимательно выполняю упражнения во время упражнения встали еще раз на 3 метра шаг на встречу шаг на встречу шаг на встречу почти в упорную не касаясь закончили шаг на встречу шаг на встречу шаг на встречу шаг на встречу шаг на встречу